Фамилия, имя, отчество? Леденёв Сергей Алексеевич. Место и год рождения? Оренбургская область, город Базулук, 1962 года, 15 июля. При каких обстоятельствах были задержаны сотрудники милиции? Повёз в бассейне, в общем. Ну? В бассейне с женой в кафе решили чай попить. В Олимпийской деревне. Так, дальше. Был задержан. Понятно. Чем занимаетесь в Москве? Ничем. Ранее судимы? Да. Сколько раз, по каким статьям и где отбывали срок наказания? Последний раз 89-я, часть 4-я, по старому уголовному кодексу. Это какой год был? Это с 85-го по 90-й год. А до этого привлекался там, не помню, не сидел, по крайней мере. Понятно. Где отбывали? В Тюмени. Понятно. Общий режим? Усиленный. Усиленный. Понятно. Ваше положение в криминальном мире? Вор в законе. А кличка? Ледень. Понятно. А где положили вас, Лара, в законе? В Сургуте. В каком году? 99-й. Понятно. Поверните, пожалуйста, в профиль. Теперь на камеру. Ну, всем корпусом. Теперь в другую сторону, в профиль. Обратно на камеру. Нормально. Все называются. Не, мне это просто не нужно, чтобы какие-то присваивали звания. А что вы хотели дополнить? Что, как бы, воровское звание, то есть, не до конца, не при своих, потому что мне посоветовали, так сказать, друзья, братья, чтобы не называться в период, потому что нету возможности участвовать в этой жизни. Понятно. Так сказать. Ладно, учтем. А теперь, пожалуйста, в профиль поверните снова. А камеру? Семь корпусом. В другую сторону, в профиль. Обратно на камеру. Сергей, вы находитесь в федеральном розыске? Да. По какой статье? И с какого периода? С 2000 года. За что? Я не в курсе, что инкриминируют точно. Но тем не менее, знаете, что вы в федеральном розыске, да? Да. В Москве под своим именем проживали? Да. Как давно в Москве находитесь? Ну, до полтора. Женат? Женат гражданским братом. Ага, понятно. Ясно. Ну и дальше то, что вы хотели сказать? Что в связи с тем, что в федеральном розыске... Я не имею права называться воровом в законе. Поэтому, как бы, не называюсь. Потому что не принимаю участие в жизни. Ну, то есть, вот с того момента, когда вы находитесь в федеральном розыске, вы как бы от, скажем так, в жизни воровской общины... Точнее сказать, затормозили. Затормозили, да? Тормозить в плане того, что не называться. Ага. Все, понял. Задержание было неожиданным или ты ждал что-то подобное? Чувствовал бы. Чувствовал, да? Да. Есть все-таки шестое чувство, да? Да. А шрамы на лице откуда? Покушение. В каком году? В 90 с чем-то. Порезали, да? Нет, стреляли. А в каком году было покушение, Сергей? Первый раз в 92-м году стреляли около дома, осенью, сначала сквозное ранение в грудь, в руку, в ногу, несколько выстрелов, потом... Пистолет-автомат из чего стреляли? Из пистолета. ТТ, как оказалось, потом объяснилось. Потом, когда я уже стоял наклоненный, В голове поставили пистолет, и чуть-чуть дернулся, и пуля прошла как бы по кости, вскользко вхлынула, и человек ушел, вскрылся. После этого я дополз до дома, и вызвал скорую помощь, и там уже от потери крови хотели в морг, но потом повезли на операционный стол. Это где было, в каком городе? В Тюмени. В Тюмени, так, а потом? Потом, в середине 90-х, стреляли на объездной дороге по Тюмени, даже во второй половине середины 90-х, на объездной дороге я был за рулем, посмотрел, там такой мигающий желтый свет через мост на светофоре, и в это время девятка поравнялась, и из автомата начали стрелять, и я резко руль повернул в обочину. Ну и перевернулись, в общем-то, машина изрешечена была, но в это время упал, как бы, и не задел. Не задел, да? Да. А третий раз? А третий раз, тоже там, недалеко от дома, тоже, как бы, из пистолета стреляли. Ну, как бы, ничего не задел, убежал, убежал от выстрелов. Ну, ты знаешь, кто это делал? Предполагаю. Разобрал? Предполагал. А что помешало разобраться? Ну, по мере возможности разбирался, и потом. Вот и розыск. Понятно. Но это все происходило в Тюмени, да? Да. В Тюмени. Продолжение следует...